Получить сертификат качества на товар, который будет необходим для торговли уже этим летом – дело не мгновенное и затратное. Далеко не каждый индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией ассортимента легкой промышленности, сегодня в состоянии обеспечить ввезенную продукцию нужными документами. Помочь в этом вопросе призваны государственные оптовые базы, которые возьмут на себя весь процесс ввоза товаров на территорию страны, а также контроль и проверку его качества. Учитывая те трудности, которые могут возникнуть у наших индивидуальных предпринимателей, фактически уже облсполком с ноября прошлого года начал принимать соответствующие меры сработать на опережение, чтобы не допустить, облегчить положение индивидуальных предпринимателей. В области были определены так называемые базовые оптовые операторы, на которые была возложена задача по обеспечению индивидуальных предпринимателей различной продукцией. Обувь Торг взял на себя поставку обуви. Открытое акционерное общество Брест Одежда взял на себя снабжение одежды. И еще мы надеемся задействовать возможности нашей Брестской межребазы, которая в системе потребка и операции. Брест Обувь Торг – одна из трех действующих в области подобных оптовых торговых точек. Предприниматели уже могут заказывать здесь партии товара для реализации. Совсем недавно на склад акционерного общества была завезена весеннелетняя коллекция обуви. И сегодня любой частник может ознакомиться на официальном сайте компании с предлагаемым товаром и сделать заказ. В настоящее время нами уже завезено более 18 тысяч пар обуви иностранного производства. Это обувь различных направлений. Как вы можете убедиться, у нас представлена обувь спортивная, у нас представлена обувь мужская, обувь женская. Планируется еще к ввозу обувь детская. В настоящее время мы имеем уже действующие долгосрочно заключенные контракты с индивидуальными предпринимателями и частными торговыми предприятиями. Это более 96 контрактов, и мы отгружаем им в основном продукцию отечественного производства. То, что мы им сегодня предложили товар иностранного производства, оно оказалось достаточно востребованным. О проблемах, с которыми могут столкнуться предприниматели, занимающиеся продажей товаров легкой промышленности, шел предметный разговор и на заседании Брестского облсполкома. Не секрет, что именно частники – одна из важных составляющих здорового экономического развития каждого региона. А потому вопросы, возникающие в этой сфере, не могут оставаться без внимания. Сегодня доля малого и среднего бизнеса на Брещене достаточно высока, и судя по темпам регистрации новых предприятий, такая тенденция будет сохраняться. На долю организации малого и среднего бизнеса приходится четверть объема малого регионального продукта, 32% выручки от реализации продукции, 23,8% объема промышленного производства в области, также порядка 19% экспорта товаров в области. Консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, поступило 29,4% всех налоговых поступлений. Как показывает статистика, проблем в оформлении новых предприятий и производства в нашей области нет. Чаще всего вопросы начинают возникать позже, когда фирма или не выходит на ожидаемую рентабельность, или совсем не начинает свою работу. И последних, к сожалению, немало. Найти причины сложившегося положения дел и откорректировать дальнейшую работу, такое поручение дал органам власти на местах губернатор региона Константин Сумар. Мы в какой-то степени забываем как раз детально изучать, или, например, ввести вот те предприятия, которые созданы были в прошлые годы, или даже в этом году, насколько они и когда начинают работать. И самое главное, если они не начинают работать, то надо нам отслеживать, какие же причины там есть на этих предприятиях. Создание предприятий и производства, как следствие рабочих мест, один из приоритетов государственной политики нашей страны. Стабильное и уверенное развитие как частных структур, так и государства в целом, невозможно без постоянного и продуктивного диалога между ними. Предприниматели могут и должны быть активными участниками этого процесса, отстаивая свою позицию аргументированно и обоснованно. А главное, не только требуя, но и предлагая свои варианты решения возникающих проблем во всех сферах, начиная от закупок товара и заканчивая формированием правил налогового законодательства.